Благородный мужчина никогда бы не оставил свою жену в беде, в одиночестве. Я вас сейчас. Да что вы оба говорите! Надо вообще ничего не знать, чем в этой жизни! Один вот ходит ко мне все время выпиваться. Это не театральный кружок, а самый настоящий урок литературы. Ученики не пересказывают прочитанное, а инсценируют отрывок произведения. Уроки Маргариты Посадской очень необычны. Здесь и родной язык, и литература, немного истории и даже актерское мастерство. Мои уроки я стараюсь строить в атмосфере творчества. Мы работаем не традиционными, естественно, способами, используем различные современные технологии. Я стараюсь вместе с ребятами сделать все, чтобы уроки были яркими, интересными, запоминающимися, чтобы это было поле для их фантазии и творческой деятельности. Маргарита Борисовна подчеркивает, на уроках не поучает, а делится с детьми опытом. Ведь знания родного языка и литературы приводят в порядок ум. Старшеклассникам сегодня это даже не нужно объяснять. Они в последние годы, по словам учителя, стали сознательнее. Знают, чего хотят и впитывают информацию, как губка. Мы безумно рады и гордимся тем, что она наш учитель, потому что, по нашему мнению, она лучше всего преподносит материал. И иногда это происходит очень творчески. Уроки литературы проходят очень интересно. Мы не только получаем материал, мы еще показываем свое актерское мастерство, какие-то навыки поиска информации. Маргарита Борисовна делает все, чтобы мы вышли из зоны комфорта. Вместе с ребятами из зоны комфорта выходят и учителя. Они сокращают дистанцию между собой и детьми. На помощь приходят современные технологии и новшества. Сегодня это требование времени. Мы получили на смену предыдущему поколению детей цифрового века. Это дети с абсолютно другим мировоззрением, даже с абсолютно другими потребностями. И мы, как учителя, должны на эти вызовы реагировать, конечно. Само собой разумеется, и мы постоянно учимся. В этом году у Маргариты Посадской стубальница ЕГЭ по литературе. По словам педагога, на высокий результат работали совместно и педагогический состав, и ученица, и родители. Особенно это стало заметно во время дистанционного обучения. Сам предмет литературы достаточно сложен. И ЕГЭ по литературе сдать успешно может не каждый. У нас был очень долгий путь. Ну и потом, конечно, пандемия внесла свои коррективы. Нам пришлось с ребятами расстаться и не видеться очно. Но дистанционный формат нас не подвел. И если у ребенка хорошая мотивация, учителю остается только поддерживать эту мотивацию и получить результат. А результат – сотни благодарных учеников, которые в один голос говорят. Доброе и строгое одновременно все знает и все умеет. А главное – может пробудить интерес к учебе, к познанию нового и неизведанного. Елена Канина, Денис Гимб, Новости Губкинского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова